здравствуйте друзья вопрос на дорожку михаил добрый день понимаю что вопросы которые я вам хочу задать скорее всего были заданы уже миллион раз но не задеть их не могу не задать основная часть ситуация следующая мне 23 года я заканчиваю институт по направлению мировая экономика с красным дипломом следующем году работы я не боюсь так как работаю с 14 лет сейчас мне 23 года работаю консультантом по биржам частично по new york stock exchange просмотрев очередной обзор мировых средних зарплат я горько опечалился тем что через 10 лет зарплата специалиста в российской федерации составит примерно 20 25 тысяч долларов в год какого специалиста я не понял ну ладно против 40 70 по миру плюс экономическая ситуация в стране такая что жить в такой стране просто не хочется экономическая а где он живет не сказал да ладно наша экономика просто не даст никому почувствовать себя человеком даже через 10 лет ой не скажите есть люди неплохо себя чувствовать так зарплаты на декабрь 2015 учитывая падение рубля в пересчете в доллары за год упали практически в два раза то есть я фактически в два раза стал беднее даже имея по нашим меркам неплохую зарплату он мне будет рассказывать мне youtube теперь в долларами в два раза меньше платит как пересчитают рубли так получается вдвое меньше другое дело что мне там пофигу но все-таки я уже не говорю о влиянии ситуации в сирии на нашу экономику и так далее а я честно не знаю как она влияет как-то не думал никогда ну ладно в сша и например в ес темпы инфляции которые в рф преодолеваются за 25 лет темпы инфляции длятся 20 30 и более лет два процента в ес 20 реальной инфляции в рф реальный а это уже отсутствие чувства стабильности и так далее я готов заработать денег у нас чтобы получить высшее образование в ес или любой другой стране мира на английском языке по направлению финансы я понимаю что это сложности и расходы вопросы стоит ли вот вопросы пошли первое стоит ли гнаться за относительно дорогими вузами или можно выбрать недорогой вариант то есть для молодого человека с желанием и способностями но без родственников олигархов но если нет родственников олигархов правда я же взять второе если вуз средней ценовой категории можно ли будет с ним найти работу пусть на стартовой позиции но по профилю и сколько такое образование будет стоить в год хотя бы примерно там 10 15 20 тысяч долларов в год какой средний уровень зарплаты может предложить рынок в первые пять лет перспективы на 10 20 лет вопросов то реально ли найти работу финансовом секторе после получения степени бакалавра стоит ли получать степень бакалавра в области финансов если уже есть степень по экономике в российской федерации или лучше пробовать магистратуру каков должен быть уровень языка чтобы на нем возможно учиться intermediate upper intermediate advanced большое спасибо за ваше терпение внимание возможные ответы извините что получился такой большой текст с уважением сергей ну большой понятно потому что наболела я тут так положу чтобы легко было взять все вопросов много я могу не не упомнить всех ну давайте потихонечку значит что мы имеем давайте я может быть скажу пару слов откуда мои мысли берутся значит но 25 лет назад мы приехали и как советские люди которые были лишены возможности инвестировать чего бы то ни было во что бы то ни было раньше значит конечно был интерес к этому ко всему и мы прошли там много ступенек в нашем развитии сначала это был там студенческий фонд для нашей дочери чтобы там ей потом были деньги учиться в институте это вообще ничего не понимал но время что ли удачное было или чего но там как-то вот она ощутимо выросла там за те лет пять что у нас были до ее учебы вот просто время такое было у нас не было много положить но мы что-то там зарабатывали может быть туда положили 3000 а стало 8 там я не помню такого плана потом когда уже мы оба стали работать мы дурдом же был чудовищного 90-е годы это просто вот все бумировала для того чтобы у тебя деньги росли не нужно было вообще соображать вот куда хочешь кладешь и она росла вот там технологические стоки там так далее поэтому все вокруг увлекались вот этим делом все вкладывали там уже от этих совместных фондов от mutual funds уже перешли там к стокам я в какой-то момент допрыгался уже до опционов да но не суть потом как-то немножко такая более профессиональная что ли линия появилась когда я стал в начале двухтысячных заниматься страхованием и у меня был лайс была лицензия на страхование жизни а в такие виды полисов которые комбинируют возможность инвестиций куда-то вот и и страхование то есть ты можешь не просто положить деньги в страховка можешь еще управлять своими инвестициями тогда у тебя будет там как бы больше денег в запасе там а может меньше то так по-всякому короче я должен был сдать там пару лицензии получить на стак эксченж там есть такая серия 6 серия 63 а не бог весь там но все таки и да но потом я настолько вышел из этого всего что как бы начав немножко понимать я понял что не не могу этим заниматься и как бы это не моё вот я абсолютно прекратил у меня ни копейки нет ни в каких инвестициях сегодня вот такого плана единственно что у света может быть там где-то из микрософтовского пенсионного плана там что-то лежит где-то мы особо не следим лежит и лежит так вот молодой человек значит первое что я не не то чтобы знаете но отрезанула как бы до первая фраза что вот он посмотрел значит зарплата тут и зарплата там а ты с расходами сравни чего чего зарплата на зарплату допустим там я не знаю 20 тысяч в россии ты можешь себе больше позволить чем допустим там может быть на 50 тысяч где-то еще чего же вот у нас если у нас двухкомнатная квартира вот тут где мы живем уж такая поганая что хуже не бывает стоит две тысячи долларов в месяц ну и как значит вот вот и вся твоя зарплата российской на нее ушла и но 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 ты же не вне тратишь такие деньги на нее вот поэтому вот это такое как бы лобовое сравнение зарплат абсолютно не дает никакого понятия о уровне жизни о том что ты можешь себе позволить и так далее поэтому странно вроде финансист и вот так как то он ну упрощенно очень смотрит ну-ка я бы сказал ну совсем уже прям до до получения противоположного результата к значит дальше он говорит что вот там сирия там ничего не сказал про украину ничего не сказал про нефть вот сирия значит страна не нравится тут не заработаешь понимаете в каждой стране есть свои проблемы вот вы поговорите с американцами они вам сейчас расскажут там кучу всяких проблем поговорить с французами они вам расскажут проблемы поговорить с немцами со шведами и они вам сейчас столько всего выложат единственно что вы слушаете и скажете мне бы ваши проблемы и это правда конечно то есть и кому-то значит лицензию на управление самолетом не дают индивидуального другому не на что купить молоко детям это правда вот значит давайте мы посмотрим вот о чем значит нам говорят учиться он хочет учиться с тем чтобы работать на западную какую-то там контору честно сказать вот мне немножко даже как-то странно вот я слушаю молодой парень он хочет работать по найму в какой области в области финансов он консультирует по нью-йорк-стак-эксчендж слушай если ты можешь консультировать по нью-йорк-стак-эксчендж Почему тебя вообще зарплата интересует? Зачем тебе зарплата? Весь New York Stock Exchange твоя Есть так много способов заработать Когда ты можешь консультировать по New York Stock Exchange Мама родная Из того, что мне встречалось Конечно, есть люди, которые берут чужие деньги И их там размещают Ну, это как бы уже совсем ответственная работа Вам, может быть, денег пока не дадут Но я видел ребят, которые вот Такие имейлы шлют И дают сигналы Покупаем это, продаем то Покупаем это, продаем то Поскольку все это абсолютно документировано То у них за некоторое время складывается какой-то такой рекорд И люди, когда смотрят Покупать у них это письмо Или не покупать у них это письмо Рассылку вот эту Подписываться или не подписываться Они видят, что человек там За год тысячу долларов превратил в 15 Или в 8 У кого там чего и так далее Поэтому есть несколько Очень-очень популярных вот таких подписок Финансовых Где люди там Вместе покупают, продают По сигналам, которые им даются Есть такие, которые ограничены количеством подписчиков Они может быть подороже берут Но они говорят, ну нас мало Мы не хотим там сильно влиять на рынок своими действиями Иначе он там подорвется Как бы наши результаты ухудшатся Вот есть такие тоже Поэтому Конечно, господи Следующий момент такой Понятно, что если парень молодой Ему 23 года Он еще там институт не закончил Конечно, ему хочется поработать в таком месте Где есть у кого поучиться И на хороших там биржах финансовых поработать Там в хороших командах и так далее Встает вопрос образования Я беседовал с одним пареньком Который в New York Stock Exchange работает там Он за флор И я его пытался допытывать Значит, какое нужно образование И он так как-то рукой так махнул Он говорит Не нужно образование Он говорит Нужно физически быть в состоянии Вот в таком чудовищном стрессе работать Вот Их там лимузинами развозят там после смены Они же изможденные Ну вот с его слов Значит, поэтому Конечно, есть другая работа Есть аналитики Там вот есть какие-то еще люди Я даже не знаю, о какой работе речь Он говорит Специалисты Какие специалисты Чего специалисты там Люди, которые в этой области работают Получают чудовищные деньги Я не знаю, где вы взяли вот эти вот Там 50-70 тысяч Я даже понять не могу Откуда такие микроскопические суммы бывают То есть люди, которые в этих конторах работают Получают очень и очень много Я не понял Может быть, о каких-то специалистах идет речь Даже мы как-то не выпалили рассмотрение Я не знаю Я не понял этого Потому что те люди, которые специалисты Вот именно в этом Получают чудовищные деньги Поэтому Существенно что? Если вы специалист Вы можете работать в международных организациях Конечно, английский нужен Все, вопросов нет Специалист, который результаты какие-то показал Как показал результаты? Значит, если он советует по инвестициям Он должен быть хороший трек-рекорд Если он, допустим, там по анализу Должны быть какие-то публикации Которые показывают, что он классно анализировал И там все это здорово получалось И так далее Поэтому Если он хочет работать в Соединенных Штатах То я бы сказал так Не задавайся вопросом Сколько стоит образование А задайся вопросом Вот куда меня возьмут Значит, надо пойти сдать Ну, как там положено Я по студенческим делам Там небольшой док Но он должен сдать TOEFL У себя дома Чтобы можно было Чтобы его приняли в институт Здесь По знанию языка Он должен, как иностранец Должен сдать TOEFL Должен рассылать свои там Аппликейшнс Как ковровым бомбометанием Там в разные университеты И смотреть, где его возьмут Поскольку он идет уже там на мастера Может даже на PHD Там вот есть совмещенные программы Так они ему не только оплатят Они ему еще и стипендию дадут Почему нет? Если он хорошо учится И он напишет, объяснит, почему Не надо спрашивать, сколько стоит Надо сказать себе Я иду на бесплатную программу И я хочу узнать Какая там квалификация требуется И так далее И дальше это все может Очень органично получиться Потому что если вы попадаете На такую программу Значит вы там где-то учитесь Вы показываете какой-то результат Значит вас естественным образом Там где-то оставляют Берут на работу Делают вам там Рабочую визу Грин-карту И так далее Не говоря о том, что за это время В вашем возрасте Было бы естественно там Не знаю Встретить человека там В своей жизни, любовь Жениться, семью создать Там и так далее Я думаю так бы Оно очень естественно произошло Поэтому Мое видение Вот ситуации для парня Которому 23 года Вот такое Значит что там он говорит Стоит ли гнаться За относительно дорогими вузами Понимаете как Стоит гнаться за вузами Которые Известны всему миру Диплом которых Открывает какие-то двери Знаете вот Был такой анекдотец Я помню Как Там два человека Беседуют И один говорит Ты знаешь Вот там Все города делятся На две категории Города на О И города на А Тот говорит А как это Он говорит Ну вот смотри Вот ты откуда Он говорит Вот смотри Я говорит Из Москвы Ооо Говорит да А ты откуда Ну я говорит Там Ну не знаю Из Урюпин Скажет Ааа Вот Так вот Университеты тоже делятся На две категории Категория О И категория А Поэтому Есть Что такое категория О Да Это Ооо Это открывает двери Не в том смысле Что там Люди которые не соображают Ничего Говорят тебе Ооо Круто там Ты че пацан Нет Нет Открывают реально двери И дело не в цене Есть университеты Которые никаких дверей Вообще не открывают А стоят как Гарвард Там или Ейл Просто потому что Они частные Вот И в основном Частные университеты Где-то все в одной В одной ценовой категории Пример Теперь Значит конечно Гнаться за таким стоит Поэтому если вас возьмут На бесплатную программу Я не знаю куда Но У нас тут вот поблизости У нас тут есть Стэнфорд У нас есть Беркли Но я не Я не уверен Что это именно Финансовые такие центры Может быть вам в Нью-Йорке Лучше посмотреть Скорее всего там По этой части Самый пик Вот То есть надо понять Какие самые топовые По Востребованные Конечно хорошо бы там учиться Кто говорит Не значит что надо За это деньги платить Вас могут взять Бесплатно Так Значит что у нас там Сколько он будет стоить Он может стоить Ну частный университет Стоит Ну допустим Грубо там 50 тысяч в год Но Или там 50-60 Но дело в том Что для вас И государственный Как частный Да Потому что вы иностранец Вот 50-60 тысяч Год стоит Это не дешево Это в США Так Какой средний уровень Зарплаты Может предложить рынок В первые 5 лет Перспектива на 10-20 лет Если вы идете В финансовую область И задаете такой вопрос Может быть вам не нужно Быть в финансовой области Значит сколько там денег Может предложить рынок Через 10-20 лет Немеренно Вот все что вы способны С этого рынка Унести все деньги ваши Я не понимаю честно Вот как можно О финансовой области Рассуждать Вот в таком ключе Как бы Деньги вы будете Получать на работе В виде зарплаты Вот Голден Голден Сакс Там у них есть Сейчас фамилия Блумфилд у него Да там начальник Вот он сейчас Бонус получил 25 миллионов долларов Вот человек Как бы На должности Хорошая должность Он CEO Голден Сакс Значит Вот такие деньги люди получают Даже я не знаю Рынок первые 5 лет Они хорошо зарабатывают Даже первые 5 лет И это не 50 тысяч И это не 70 тысяч Конечно Вот Если деньги нужны Ну я не знаю Может вам в тестеры податься Программного обеспечения Там сразу На старт Там 50 тысяч не платят Вот Ну может 3 месяца Там какой-нибудь Контракт на 25 долларов сделать И дальше двигаться Сейчас Реально ли Найти работу Со степенью бакалавра Зависит конечно Какую работу вы ищете Я знаю людей Которые вот Хотят заниматься То что называется Investment Banking И у них У них есть проблемы Как бы найти хорошую работу После колледжа Конечно Есть такие Но у вас же уже опыт Вы же уже там консультировали Вы пока студентом будете Значит можете тоже Есть смотря где Я не знаю Какая-то работа найдется Хотя я бы Еще раз Я бы вот на вашем месте Не столько бы смотрел на работу Сколько на возможности Проявить свои таланты В смысле зарабатывания денег Для себя Для своих клиентов Которые у вас появятся И так далее Я бы так смотрел Стоит ли получать степень бакалавра В области финансов Если уже есть степень по экономике В Российской Федерации Ну Наверное Надо знать тонкости Того Как нанимают людей На непонятные нам пока позиции В американских финансовых Там организациях Это просто тонкость Которую надо знать Может быть Они не берут С иностранным образованием Я не знаю Но в рамках той концепции Которую я вам изложил Значит Приехать сюда Получать мастера Вот И у вас не будет такого вопроса Какой должен быть уровень языка Чтобы на нем возможно было учиться Intermediate Upper intermediate Я ответил Вы должны TOEFL сдать Вот на этом уровне У вас должен быть Уровень языка Чтобы вас вообще в принципе взяли Куда-то учиться Спасибо за внимание Терпение И так далее Значит Я резюмирую Поскольку подъезжаю к офису И мне тут осталось Может минутку поговорить Значит Безусловно Есть мир работы по найму Есть мир работы Ну такой Предпринимательской Когда ты сам Безусловно Люди Движутся Из одной Вот этой полусферы В другую полусферу То он работал по найму Потом пошел У него клиенты появились И так далее Моё видение Того Что человек хочет заниматься Финансами Он говорит Я там консультирую Он добавил Вот это вот Консультирую По New York Stock Exchange Значит Моё видение Абсолютно Если это только не Как сказать Не брават Такая детская Значит Надо себя позиционировать Как человека Который движется В сторону бизнеса Может быть Не сразу Не обязательно сразу Должно быть Опыт набраться Там еще Есть консультирующие конторы Их очень много Вот таких Которые консультируют По инвестициям Может быть Вам в такой надо работать Поменьше Побольше Вот Я это так вижу Ну Что еще сказать Вот вопрос Про обучение За рубежом Он настолько Не Как сказать Не отработанный Да То есть Мы видим Что человек задает вопрос Там Какой уровень Должен быть языка Чтобы учиться Intermediate Upper intermediate Он даже не знает Что Для поступления В иностранный вуз Есть определенные требования По языку Есть определенные экзамены Которые надо сдать Там и так далее То есть Это как бы Такие мечты О будущей жизни Но пока На уровень проработки Это не выходило Вот Практической Давайте я Уберу Камеру переведу На себя На уровень практической Проработки Не проходило На уровень практической Проработки Не выходило Изучение зарплат Я Я Вот эти вот 50-70 тысяч Которые там упоминаются Я даже не знаю С какой луны Такой может Может вообще упасть Где он это смотрел И К чему это относилось И почему это относится К нему Я не знаю Значит Я кстати вижу иногда Там Какие-то Репорты Идут статистические Вот говорят Там тестер Сколько получает У нас тестер Вдвое больше получает Чем там пишут В этих репортах Я тоже смотрю Откуда они взяли Эту статистику Непонятную Кто это заполнял Вообще Они Может они сами Там поскольку Никто не участвует Я не знаю Но абсолютная ерунда Вот Поэтому Ну Надо копать Надо разбираться Стоимость обучения В иностранных Вузах Сколько это 10 тысяч Спрашивается 15 Там 20 Надо начать Разбираться Надо начать Вот Вот Вникать в это Во все Иначе Оно так и останется На уровне А хорошо бы Вот в Америке А хорошо бы В Европе А хорошо бы Много денег И Я вас уверяю Что люди Которые в Российской Федерации В этом деле Хорошо разбираются Тоже наверное Здорово зарабатывают У меня такое ощущение Если ты в состоянии Приносить деньги Другим Тебе положено За это что-то Вот Какая-нибудь У тебя тоже есть Мешочек С которым ты К этой трубе Подойдешь И тебе там накапает Даже если Это не твой бизнес А ты просто Где-то там По найму Где-то работаешь Ох Ох Должно накапать Мне так кажется Вот Поэтому Я думаю Картинка Которая нарисована Была изначально В этом письме Она Сильно Искаженная Очень сильно Искаженная И вот На этой искаженной Картинке Все строится Дальнейшие выводы Так что Я бы сказал Как направление Это здорово Здорово Что человек работает Что он занимается Консультированием Что ему хочется Оставаться в своей профессии Он не спрашивает Изучать мне Джаваскрипт Или там PHP Понимаете Он говорит Вот я хочу развиваться В этой профессии Молодец Но дальше Надо детальки Детальки Все в детальках Вот как бы Дальнейшее Все в детальках Поэтому Разбирайтесь Есть форум Там говорим про ЕС Например Может быть Есть какие-то другие Где более тонко Разбираются вопросы Образования За границей Я не знаю Но я думаю Что начать можно С говорим про ЕС Как минимум И Так много народу Сюда приехали И учились И бесплатно учились И стипендию получали Еще подрабатывали У них часть их программы Они должны там где-то работать Там на кафедрах Там еще со студентами И так далее Что вы Это целый мир Так что Дерзайте Счастливо